Устроительство госпиталя такого уровня в нашем городе и в нашей стране – это довольно-таки смелый, на мой взгляд, шаг, несомненно, обдуманным и своевременным. Устроительство данного госпиталя значительно снизило нагрузку на остальные наши клиники, которые занимаются лечением коронавируса. Прием ведется здесь пациентов. Каждое клиническое отделение, у них вход у каждого отдельный, то есть потоки пациентов, они не смешиваются. Медперсонал также переодевается и заходит в чистые грязные зоны отдельно. В приемном отделении установлены КТ-аппаратура, современная рентген-диагностика, УЗИ-аппарат эксперт-класса, современное видеоэндоскопическое оборудование и лаборатория. С палатой у нас все боксированы, есть санузлы в палату и есть все необходимые для лечения пациентов. Я очень благодарен врачам этого госпиталя за их профессионализм. Нас лечат на передовом оборудовании. Я уверен, что с таким медперсоналом, с такими специалистами мы очень скоро выздоровеем и наконец-то вернемся домой. С днём открытия этого госпиталя мы все медработники здесь чувствуем себя в безопасности. Особенность инфекционных пациентов, инфекционных больных именно в том, что создается определенная опасность, в первую очередь для медицинского персонала, который занимается лечением и уходом за этими пациентами. В этой клинике предусмотрена современная вентиляция, есть целый комплекс чистых зон, то есть непосредственно в палате приходит положительное давление воздух и с отрицательным давлением воздух выбрасывается в атмосферу. На выходе в атмосферу стоит же также снаружи вентиляционное оборудование, помимо обычных витров стоит утрафиолетовый витракт. То есть непосредственно выбрав атмосферу, уже идет обработанный воздух. Скажем так, работа в отделении реанимации в мобильном центре этого воздуха, она на порядок безопаснее, чем работа в любом другом отделении реанимации любого стационара нашей страны. В отделении реанимации очень много современной оборудования, там установлена станция суточного мониторирования, современные аппараты ИВЛ, ИКГ, Мониторинга. Мониторинга жизненно важных функций по виброакустической терапии. Такой госпиталь необходим. Городских клиник мы должны дать им возможность тоже работать по своему профилю. Инфекционная больница должна существовать. Большое спасибо всем тем, кто принимал участие в строительстве этой клиники. Огромное спасибо всем медработникам, кто не побоялся и пришел сюда на передовую работать, чтобы помогать людям. Я думаю, что никто из нас не заболеет, и мы все вернемся по своим домам. И всем здоровья, берегите себя!